Привет, с вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про XOR 10-10. Подробнейшим образом разберем, во-первых, в целом, да, что это за танк, ну и расставим многие точки над И. Такие как, имба ли это танк или нет, потому что одни говорят, что это имба нужно брать, другие говорят, да, ну вообще пустяк, о чем тут речь, какой XOR, вы что, это вообще не имба, имба Кировец-1. О том, могут ли его понерфить или не могут ли его понерфить, да, стоит ли его покупать или не стоит его покупать и обо многих других вещах, я уверяю, данный видеоролик вам будет точно полезен. И давайте начнем по порядку. А перед основной частью видеоролика хотел бы вам посоветовать вап-игру Vizoria. Вап-игра это игра, доступная с мобильных телефонов, которые используют вап-протокол. Такие игры могут быть интересны пользователям, так как они позволяют весело и приятно провести несколько лишних минут. Помните, как раньше были игры в Одноклассниках или ВКонтакте по типу там Супергонок или Удивительного Колхоза? Вот это такое же, только про рыцари. Здесь становятся настоящими рыцарями, тренируйте своего героя, покупайте самые непревзойденные доспехи и оружие, чтобы оказаться в Зале Славы. Именно тогда перед вами откроются абсолютно все двери, а для достижения этих целей вам уже доступны окрестности с различными обитателями и мастерами. Арена с героями, которые восходят вровень с вами. Амфитеатр с хаотичными боями по лигам. Таверна со своими, конечно же, завсегдатами, у которых для вас есть задания. Ну и в целом, нужно доказать, что вы достойны звания лучшего и выполняйте эксклюзивные поручения на новых локациях. Ссылка на источники и, конечно же, на игру в описании. Ну, во-первых, изменение ассортимента премиум техники в продаже. То есть М10РБ-ФМ и Колебана убирают, а 56ТП Лансен СИИК-401010 наоборот добавляет. Причем каждый из этих трех танков можно купить как во внутриигровом магазине за 11-300 голды, так же можно и все это дело купить и в премиум магазине за реальные деньги. То есть не обязательно даже вкладывать. Если у вас накопилось там с коробок или еще где-то, как-то вы зафармили голду, можете в целом потратить на приобретение этого танка. Теперь для того, чтобы расставить точки над И и понять, если действительно классность у этого танка, не класс техники его, а в целом, насколько он интересен, то, конечно же, есть. Данный танк у нас топ-3 занимает среди всех СТ-8 уровня, у которых 59 машин. Да, есть такие, как Марс и Проджетта, вроде бы два одинаковых танка, и вроде бы один он обгоняет, другой не обгоняет. Здесь есть какая-то логика в этом. Логика здесь в том, что Марс на черном рынке, аукционе разлетался, и поэтому он очень высокий, потому что им владеет не так много людей, поэтому класс на нем выше. Ну и Бураск вне конкуренции, у него отметка до сих пор растет, я не удивлюсь, если она перевалит за 4000. А если мы берем вообще средние танки и выстоим по отметкам, то есть отметка это что у нас, да, по силе танка. Бураск, 110-й, не удивляйтесь, он сейчас нереально хороший, Ёлка, Базон, Шарлемайн, Марс и К-40. То есть какие танки опережают? Грубо говоря, Проджетта, Шарлемайн, БЗ-176, Ёлка, 110-ка и Бураск. Он обгоняет Шкоду Т-56, Туртла, Гонсала, Ебера, Ренегата, Проджетта, Астранрекса, ВЗ-111, Модель-6, Тисти и многие другие танки. Сильно ли на нем игроки играют? Да, конечно же, сильно. Есть потенциал у данного танка? Конечно же, есть. И тут я сейчас буду вам коротко рассказывать, почему. Не переживайте, бой у нас тоже будет. Есть такая интересная вещь, как сравнение машин. Я отфильтровал все средние танки восьмого уровня. Да, получается так, что если танк премиумный или акционный, у него большая альфа. Но суть не в этом. По альфа-страйку. Для чего я сейчас объясню? Смотрим, 440 у Химеры, она как бы вне конкуренции здесь идет. Потом у нас идет КПЗ, 122ТМ, Гвардеец, СТГ, Революзе Т-34-3. Эти танки с альфой в 390-400. А МПТ и Бураском не берем, потому что эти танки, ну как бы тоже с большой альфой. Но это все-таки танки либо с дозарядкой, либо за барабаном. А все остальное как бы у нас имеет цикл. И что мы смотрим? У Ксора 360 альфы. Немножко меньше, чем у других, но не суть. Смотрим по ДПМу, сильно ли он проигрывает другим. Да нет, если вот эти 2-2 уберем, да, зарядка барабан. Здесь выигрывает, проигрывает Революзе, а со всеми остальными идет в принципе равенство. То есть получается так, что только Революзе обгоняет данный танк по ДПМу с большой альфой. Дальше идем по бронепробитию. Здесь довольно все понятно, то что опять-таки Революзе за счет своих хороших подколов. Здесь как бы суть даже не в этом. У него тоже очень хорошее пробитие, 218, ББшка рабочая, 252 голда пробивает, тоже хорошо. Дальше мы идем с такой альфой, что очень важно к точности. 0.33. Смотрим, обладает ли этим еще какой-то танк. Да, обладает у нас КПЗ, обладает 122ТМ с гвардейцем. В чем суть? У гвардейца заднее расположение башни, что на мой взгляд не самый удобный вариант для игры. 122ТМ, отсутствие какого-либо ДПМа в 1400. Ну и КПЗ в 1600, во-первых, это картон, а во-вторых, с его вот этими углами, там, подвесками, занавесками и все остальное, нереально сложно на нем играть. Ну и по ДПМ он тоже проигрывает. Теперь время сведения 2 секунды, у КСОРа 2 секунды, все остальные отстают. И что касается сводки, то КСОР и КПЗ опять-таки лидер. Но КПЗ проигрывает в бронепробитии. Если мы посмотрим с такой альфой большой, на восьмом уровне танк, который обладал бы таким ДПМом, таким хорошим бронепробитием, да, ну в совокупности, точностью, временем сведения. Да, может быть, стаба не самая превосходная, но реально сводка невероятно быстрая. Такого нету. Т-34-3 сам по себе танк кривой. Да, у него альфа большая. Революризе, попробуйте на революризе откатать очень хорошо. Да и точность 0.35, как бы не такое, но точно будет. СТГ может быть, но очень долгое время сведения. 122 ТМ, здесь нету никакого ДПМа. И вроде бы вот он, КПЗ, который может действительно составить конкуренцию к СОР в орудии, да, именно в качестве этого орудия. Как бы да, есть, но ДПМ опять-таки здесь меньше. И все-таки у данного танка, ну кто играл на КПЗ, он знает меня, отвратительные просто УВНы. Там пушка с алба, то так опускается по бортам, так опускается. Подвеска тогда активируется, потом она деактивируется. Короче, нереально неудобно. А если мы еще пойдем по некоторым другим характеристикам, да, обладая такой Альфой, да, КСОР у нас еще среди всех этих танков обладает самой лучшей удельной мощностью. То есть ко всему этому он умеет еще качественно перемещаться по карте. И это немаловажно. Ну а теперь мы, конечно же, переместимся в бой и перейдем к остальным характеристикам. Если мы про орудия немножко проговорили, да, это 360 Альфы, 218 брень пробития на базовом снаряде. Это ББшка, которая стоит недорого. 252 голда пробивает, 4800 стоит дороговато. Но летает уже 1250 достойно. Есть еще фугаси, которые также нужно с собой возить. Снаряда 3 с 460 Альфой. Может за 500 вылететь. Очень удобно. Да, у нас здесь, наверное, не самый лучший ДПМ в 1770 единиц. Но при этом всем как бы вентиль-досылатель доп. паек. 2300 можно сделать. То есть когда я буду 9,5 секунд по 360. То есть вы в целом получаете бураска на один быстрый. Пушка вниз опускается на 8 градусов, что тоже никак нельзя. Кстати, да, это очень удобно, когда ствол опускается вниз, можно спокойно разыгрывать. Точность можно спокойно раскачать. Просто вентиль доп. паек Боевое Братство 0,29. Снайперскую точность хорошей Альфой. Время сведения будет 1,73. И я уверяю вас, данный танк спокойно может играться без стабилизатора. Если вы сюда его поставите, ваше право, вы получите отменную стабилизацию. В принципе, никаких проблем не будет. Да, может быть здесь броней все очень плохо. Танк картонный, абсолютно не терпит никакую критику. Да, когда там летит какой-то стрят, но это проблема. 1200 хп тоже очень мало, но у него есть вдовесок вот к этому всему. Есть другие плюсы, которыми он покрывает. Во-первых, это, конечно же, его максималка. 60 вперед и 30 назад это великолепно. 30 назад, ребят, вы будете чувствовать. Удельная мощность 23,5. И что самое главное мне в этой удельной мощности нравится, это проходимость. Он как хорошо едет по грязи, по асфальту, по воде. Проблем никаких нету. Проходимость здесь действительно отменнейшая. Ну и ко всему, вишенка на торте, это скорость поворота 73,6. Конечно, напомните ли мне, не знаю, если я вдруг ошибаюсь, но по-моему нету второго такого премтанка, который с такой же скоростью поворачивался. Те, кто играли на Астерн Рекс, они немножко в шоке, потому что он там реально вертится. Ты не понимаешь, откуда это. А здесь еще лучше 73,6. И если вы сюда ставите систему повышения мобильности, что я крайне рекомендую, будет практически около 80. Скорость возрастет до 65 и 33 вы назад будете ехать с уделкой в 26 кобыл. Уделка шикарная. 65 вперед летите, 33 назад. Это тоже вы будете очень сильно чувствовать. Потрясающая скорость поворота. Отличный, просто отличнейшая у вас проходимость по грунтам. То есть вы вообще никак нигде не застреете. И ко всему этому вы максимально набираете свою скорость. То есть проходит, блин, 7-8 секунд, вы все едете на максималке. Маскировка у данного танка, конечно же, не лучшая, даже если полностью все прокачать. Она около 30 будет. Это с вентилем, еще с доппайком. Как бы маловато. Кто-то может здесь поиграть с малошумкой, что-то там поэкспериментировать. Мы об оборудовании поговорим немножко позже. И обзор у нас 380 метров. То есть как бы не 400, да, маловато. Опять-таки вентиль доппайок туда-сюда. И можно получить, в принципе, 444 метра. Это максимальный обзор для танка. Да, это более-менее чем нормально. То есть какие у нас сразу есть минусы. Минусы это картонность. Минус это небольшое количество ХП. Ну и как бы в целом-то вот вроде бы и все. Альфа плюс. Бронепробитие плюс. УВНы плюс. Время сведения плюс. Точность плюс. Может быть ДПМ опять-таки невзрачный. 2300. Но это и не мало. С другой стороны, у тебя альфа в 360. Было бы, наверное, слишком жирно на Ксоре бы обладать ДПМом в 2500, в D700. Представляете, что бы тогда игроки на нем делали. То есть было бы максимально жирно. По мобильности это вообще, наверное, один из самых приятных танков, на котором я вот ездил на своем там восьмом уровне. Да и в целом те, кто играли сейчас по ветке концепт пятого, они обязательно, ну, согласятся со мной, то что здесь, конечно же, без вариантов ксор маги. Я вчера на нем провел такую небольшую сессию. Что-то там 2400-2500 дал. 800-700 ассиста. То есть это играл практически в три отметки. Будет очень интересно посмотреть, куда он дальше будет двигаться. И теперь самое главное выводы. Данный танк отлично может фармить. Данный танк отлично можно вот на нем играть и получать удовольствие. И при этом всем нагибать. Что по нагибу, что по геймплею, что по фарму, я ему ставлю чистые три пятерки. А теперь мы поговорим о немножко других вещах. О том, что, естественно, стример продался, ему нужно этот танк вам впендерить. Вот поэтому я видеоролик назвал «Не покупайте ксора». Я не порекомендую вам его покупать. Просто тупо для того, чтобы не было каких-то кривословий, да, кривотолков и всего остального. Не покупайте ксора. Чем больше его вы не будете брать, тем, соответственно, его меньше будет в рандоме, меньше на нем будет играть, меньше будет токсичности. И никто на нем не будет нагибать. Будут нагибать те, кто его взял. Остальные не покупайте данный танк. Я его не рекомендую. А для тех, кто считает, что этот танк всего лишь-то какая-то помойка, да, вот, да какой ксор МБА? Просто вдумайтесь. Некоторые не хотят игроки его покупать просто только потому, что его нерфануют. То есть они боятся то, что его понерфят. Так же, как нерфят ветку концепта. Как могут понерфить плохой танк? Ну, ответьте мне на такой вопрос. Тоже интересно будет почитать в комментариях. Ну, а для тех, кто боится покупать ксора, потому что его понерфят, я могу сказать так. Не нужно покупать данный танк. Отвечу всем вот так. Могут ли его понерфить? Не могут ли его понерфить? Я не могу знать. Порой разработчики меняют уже свой план, будучи уже не на берегу, да. То есть они плывут, ага, все, ребят, сворачиваемся, меняем план так. Суперконя нерфим, потом отменяем нерф. То же самое может быть и с ксором. Да, появились кое-какие слухи, то, что будут нерфить концепта пятого. В статистике он очень хорошо отображается. И как бы, насколько я помню, ксор выходил при лесте. Поэтому могут ли его понерфить? В теории, конечно же, могут. Буду ли я вам советовать этот танк? Нет, не буду. Не нужно его покупать. Я не имею никаких процентов. Мне никто за этот гайд не заплатил. Просто настолько большое количество людей, которые уверены в том, что я там что-то продаю или мне там за что-то платят. Говорю чисто на своем опыте. Ксор один из самых приятных имбовых танков на восьмом уровне, на котором классно играть, фармить и нагибать. Но вы его не берите. Те, кто мне верят, те, кто смотрит мои стримы, да, и в целом как-то наблюдают за мной, они знают то, что я рекомендую только те танки, зачастую которые сам себе покупаю на основу, либо по тем или иным, да, мне причинам, может кто-то подарить или еще что-то. Я никогда не порекомендую какой-то плохой танк. Если танк хороший, я обязательно скажу. Ксор имба, но брать его не стоит. Надеюсь, те, кто меня давно смотрят, поняли в чем суть. А вот как раз таки те хейтеры, которые зашли, вот я их запутал. Пускай я подкреплю их мнение, скажу, да, вот он согласился не брать, красавчик, но на самом деле это действительно имбовая тачка. В общем, как-то так, ребят. Надеюсь, данный видеоролик вам понравился. Не забудьте обязательно поставить лайкосик, подписаться на этот канал, там до 65 тысяч рукой подать. Мне очень будет приятно, если вы это сделаете. И, конечно же, залетайте на мои стримы, где я честно говорю о премтанках и о другой технике тоже. Там мы еще разыгруем голду. Каждый стрим мы разыгруем голду. Классно пройдем время, общаемся, и, конечно же, катаем танки. Каждый день в 21.00 по МСК. Залетайте. Всем большое спасибо. Не болейте. До новых встреч. Пока-пока.